Я вас приветствую уже в пятнадцатом, пятнадцатом, подумать только, уроки рязанского языка. И мы уже постепенно приближаемся к концу. Значит, я вам напоминаю, что весь этот курс снимается за бесплатно. Никакой Байден, никакой НАТО, никакой ЕС мне за эту работу денег не платят вообще. Вообще не платят, понимаете? Вот эти маркеры я купил на свои личные деньги. И, соответственно, если вам нравится этот видеокурс, вы можете отблагодарить ее автора, то есть меня, донатиками. Донатики, донатики очень хорошо. Ваши донатики капают мне нашли на кошелек, я бегаю, танцую, счастлив. И, собственно, ссылки на криптокошелек и на Patreon будут внизу в описании. Ну а мы начинаем с такой очень важной темы, как название деревьев и растений. Почему она важна? Дело в том, что многие из этих слов достаточно активно используются в различных других выражениях. Ну и давайте начнем. Итак, значит, первое слово – это одно из самых важных растений вообще во всей изязанской культуре, по сути. Это слово «килей» означает «береза». Это слово постоянно встречается в изязанском фольклоре и так далее. Поэтому «килей», запомните, это означает «береза». Далее. «Укштуро» означает «клен». Значит, это слово очень древнее. Оно идет еще до финлогорского субстрата. То есть из языка народа, который жил на этих землях еще до пришествия финлогорсов. Потому что это слово очень древнее. Точно так же, как и слово «пекше» – «липа». Дальше. Слово «тумо» означает «дуб». «Куз» – это означает «ей». «Каль» означает «ива». «Пиче» – «сосна». «Пешкс» означает «орешник». Соответственно, «пеште» – это «орех». Я не помню, записывал я его вам или нет. Давайте запишу «пе» – «ште». «Орех» я напишу по-английски, а по-русски я произнесу. Ну ладно, пускай как будет. Значит, дальше. «Сильть» означает «ясень». Поэтому, в принципе, регион, скажем так, район Москвы Ясенева, вы можете совершенно спокойно называть «сильтьвели». И я буду очень доволен оттого. Далее. «Тарат» означает «ветка». И дальше вот два слова. «ЧОКО» и «ПЕНКТЬ». «ПЕНКТЬ» – это как бы бревно для ростовки. То есть, это бревно, которое мы будем разжигать. То есть, вот вы едете по-английски написано «хвакфайрог». То есть, это бревно именно для того, чтобы кидать его в вагон. «ПЕНКТЬ» означает «дрова». А бревно, которое просто лежит, на котором сидят, стоят, танцуют, это уже называется «ЧОКО». «ЧОКО». Далее. «Топор» по-разилански будет «удере». «Пила» – это будет «дерево». И «корень» – это будет «ундокс». Пожалуйста, не путайте его со словом «юр». «Юр» – это «основа». А «корень», именно «корень дерева» – это «ундукс». Ну и, соответственно, от этого слова образуется такое выражение, как «ундуксу нерайске» – «коренной народ». Ну и смотрим дальше. Давайте теперь рассмотрим растения. Собственно, растение по-разилански будет «косокс». Ну и смотрим, значит, как же будет по-разилански «осина» – «пой». Далее. «Черёбуха» – «лёмзёр». Вы, как бы, наверное, изучали в русской школе, что не может быть две буквы «ё» в одном слове. В рязанском «может». То есть вот это вот выражение – оно правильное. Оно будет читать как «лёмзёр». И другой вариант – это слово «ламы». Ну и, кстати, если вы будете называть, например, «черёмушки», «лёмзёрвели», я тоже буду очень счастлив к этому. Далее. «Варакалопа» означает «лопух». Ну «лопух» не в смысле, который дурачок, а именно растения с такими большими листьями. Далее. «Ожинебаляга» означает «одубанчик». «Кирмалал» означает «лепей». Ну, вот это вот кругленькие такие колючие штучки, которые цепляются, если вы пройдёте по лесу. Далее. «Веделуш» означает «лилия». И «чахра» означает «астро». Обратите внимание, в русском языке нет своего слова для «лилий». Они пользуются латинским названием, как и для «астро», вы видите. А в аразианском языке есть свои собственные названия для «лилий» и для «астро». То есть к вопросу о том, чей язык богаче. Далее. «Ашопангу» означает «белый гриб», а «кавалпангу» означает «бледная поганка». «Поспангу» означает «дождевик». Кстати, сказать по поводу слова «подосиновик» — это будет соответственно «пойпангу». «Подосиновик». То есть «ашопангу», «кавалпангу» и «пойпангу». «Пойпангу» — это «осина». Далее. «Пойпангу» — это «подосиновик». Значит, дальше. «Суралка» означает «сыроежка». Ну и «карвопангу» — это «мухобор». «Каргу» — это «муха». Соответственно, дальше. «Шуля» или «чуля» означает «шишка». И вот дальше два слова. Очень важно. Значит, ну, не очень важно. Обычные арзиане их не используют особого речи. То есть это не особо прям используемое выражение. Но всё равно нужно понять одну вещь. «Чахма» — это означает «полоса насаждений». И «тютер» означает «соцветие и гроздь». Так вот, оба этих слова также могут означать слово «кисть», то есть «соцветие». То есть вот так. И, пожалуйста, не путайте слова «чахма» и «чахра». Это разные слова. Ну и далее. Значит, по поводу слова «кажется то есть перчатский стебель». Стебель будет «нетикс». Но это стебель какого-то прямого растения. А если у нас, например, какое-то растение вьющееся, то это будет у нас уже «кодоркс». Это стебель вьющегося растения. Опять же, чей язык богаче. Есть ли в русском языке какое-нибудь слово, которое можно описать стебель вьющегося растения? Нет. Чей язык богаче, опять же. И да, слово «бельгия» означает «лепесток». И «пусмо» означает «букет». Обратите внимание, для слова «букет» тоже нету своего слова. И… А вот в азианском языке есть. Есть. Причем это слово используется не только для обозначения букета. Давайте смотреть. Есть такое слово «моро пусмо». Это такой неологизм, прям такой махровый. Но он уже вполне себе активно использует в этом языке, означает «музыкальный альбом». То есть «пусмо» – это как бы когда мы складываем много чего. И отсюда же идет слово «конио пусмо» – «книга». Но на самом деле есть другое слово для обозначения книги – «кониоукс». Но «конио пусмо» я сам лично слышал в одном из выпусков «эзианской телепередачи» слово «конио пусмо». Так что это слово вполне себе тоже употребляется. А откуда же идет это слово «конио пусмо»? Что такое «конио»? «Конио» – это бумага. То есть, в частности, например, «тео конио». Давайте я сейчас пишу. «Тео конио» – это означает «документ». «Кониоукс» также может означать просто какое-то что-то в письменном виде. Например, «меримо кониоукс» означает «письменное распоряжение», «письменный приказ». Итак, давайте теперь рассмотрим наречие и, в принципе, не только наречие, еще и слова, там, связанные с вместимостью, с временем и так далее. Итак, начнем с такого очень важного слова, как «паряк». Оно означает «наверное может быть». Ну и давайте рассмотрим пример. «Паряк сонцы». «Паряк сонцы». «Наверное он придет». Следующее слово «семс» – «до сих пор». Слово, на самом деле, не совсем прям употребительное, но оно все-таки существует. Давайте рассмотрим пример. «Семсуль не сестя». До сих пор было так. И, соответственно, можно также не только «семсу» и «семсте». «семсте» означает «с тех пор». Пример будет позже так. И далее. «Темщимся до сегодняшнего дня». Ну, раз «до сегодняшнего дня», значит, как надо назвать это, «сегодняшний днём», скажем так. Значит, «неимшкане» в наше время и «неимчи» означает «современность». Мы помним этот софикс «чи», что он означает. То есть «неимть» сегодняшний, «неимчи» – это типа «сегодняшнесть», ну, то есть «современность», проще говоря. Далее. Такое вам важное выражение «целый день». Оно будет звучать как «чинь чок». Не «веси чийца», а именно «чинь чок». Есть целое, вполне себе годное выражение для утребления. Дальше два очень интересных слова. Значит, «тыц» и «пешксе». «Пешксе» означает «полное» или «полно». А «тыц» – это «до предел». Значит, чтобы вам было понятно, в чем разница между этими двумя словами. Значит, как-то раз я ехал в подвесную таблу, и мимо приезжает автобус. Там людей прям полно, они прям возле дверей стоят. Я ехал туда с другом, вот, и мы такие стоим, смотрим, я говорю, это «тыц»? Он говорит, нет, это еще не «тыц». В общем, уезжает автобус, приезжает следующий, а тут прям люди вываливаются. После этого он говорит мне, вот это вот уже «тыц». Ну и следующее слово – это «яло». Означает «все» или «так» и. Ну и давайте рассмотрим пример. «Сон яло корты». «Он все говорит». То есть он говорит, говорит, говорит. Мы его пытались останавливать, да не получилось. Но вот он все и говорит так. Поэтому как раз таки вопрос о том слове, которое было в предыдущем уроке «яло теке». «Яло теке» как раз таки стоит из этого слова «яло» и «теке». Как-то так. Итак, друзья, давайте же теперь рассмотрим главного гостя этого урока. «Причастие прошедшего времени». Тема просто архиважная. Почему она важна? Потому что вы во всех текстах будете встречать эту форму. Везде. И обратите внимание, что здесь будет очень много примеров. Потому что я хочу, чтобы вы понимали, где и как эту форму имеет смысл использовать. Итак. Значит, «Причастие прошедшего времени» используется выфикс «зе». Давайте смотреть. «Ютанс» – «проходить». А «прошедший» по-эрзиански будет «Ютанс». И кроме того, что оно означает «прошедший», оно означает еще и «прошлый». Давайте теперь рассмотрим примеры. «Ютанс» – «коусто», «принь – «коусто». В прошлом месяце я упал с ели». Вот эта вот форма «Ютанс коусто», значит, она означает как раз «прошедший» в месяц, условно. «Принь» означает «я упал». «Прамс» означает «падать», если кто не помнит. Или не знает. Значит, вот эта форма. Я хочу на эту форму сейчас обратить особое внимание. Возникает вопрос, как ее читать. «Ютанс коусто» или «Ютанс коусто». На самом деле, современные юрзиане говорят так, что нужно говорить именно «Ютанс коусто». То есть все произносить и, видимо, стараться произнести «земно». Проблема в том, что если вы будете читать это быстро, у вас в это будет смешиваться. На самом деле, в старых книгах пишут именно так, что нужно произносить это как «Ютанс коусто». Но современные издания говорят, что так нельзя. Надо говорить «Ютанс коусто». То есть, получается, у вас все равно «Ютанс село», оно у вас оглушается перед этой буквой. Поэтому вы сами решайте, как вам лучше сказать. Я, например, больше предпочитаю говорить «Ютанс коусто». Ну, когда, как бы, говорю. Далее. Значит, следующий пример. «САЕЗ ВНУМАНИТЬ МОНИЙ ПЕКЛИ СДАТЬ». Означает «взятый человек мне очень помогут». То есть «взятый». Видите? «Взять» и «взятый». То есть, опять же, участие прошедшего времени. Итак, следующий пример связан со словом, которое было дано в прошлом слайде. Итак. «Сем стыса из ВОМАТЬ КАРМАСТЬ ХОРТАМОЕ ВЗЯТЬ». Означает это следующее. «Начиная с тех пор, люди начали говорить по-азиански». И вот это «САЕЗ», оно тоже очень важно, потому что оно очень часто используется языкеном. Допустим, если вам надо сказать «начиная с тех пор и по сей день», то вы точно так же используете это слово «САЕЗ». Ну вот вам пример, соответственно. «ТОНА ЕСТЕ САЕЗ ЭЧЕНЧИС, А ЛОТ КСЕВИНЕ КОЭКШЧИС». «С того года и по сей день наша дружба не прекращается». Давайте рассмотрим все вместе. «ТОНА» — это «ТОТ». Ну вот, вы помните, наверное, из первых уроков, что это означает «ТОТ». Не «ТОТ», «ТОТ, КОТОРЫЙ ДРУГОЙ». Не «ТОТ», 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 «КОТОРЫЙ ДРУГОЙ». Вспоминаем. Значит, «ТОНА ЕСТЕ САЙТЬ», начиная с того года, то есть взяв тот год, условно, «ТЕЧЕНЧИС», «ПО СЕЙ ДЕНЬ», «ЛОТ КСЕВИНЕ», вот этот суффикс «С», вы помните, «ЛОТ КАМС» — это «Останавливаться», «ЛОТ КСЕМС» — это «Останавливаться». Соответственно, «МЕНЕК ОЯКШЧИС», «ОЯКШЧИ» — это «ДРУЖБА». Имеется в виду именно близкая дружба. Вот. Кроме того, этот суффикс, ну вот выражение с этим суффиксом, их можно склонять по лицам. Вот, например, «МОНТЕРДИЗЯНТЕЙ» означает «Я здесь приглашённый». Кроме того, мы можем склонять и в прошедшем времени. Смотрите. «МОНТЕРДИЗЯЛИНТОУ» — «Меня туда приглашали». То есть вспоминаем вот этот «КУНДЕЛИНЬ», «КУНДЕЛИТЬ» и так далее. Здесь то же самое «ТЕРДИЗЯЛИНТОУ». Значит, «ТЕРДИЗЯЛИНТОУ» — «Я приглашённый», а «ТЕРДИЗЯЛИНЬ» — «Я был приглашённый». То есть «Меня туда приглашали». Теперь возникает вопрос, как же сказать отрицательную форму? Для отрицательной формы есть особое слово, которое звучит как «опак». Этот «опак» является когнатом к эстонскому префиксу «эба» или к финскому префиксу «эпа». Ну, те, кто увлекаются, все поймут. Ну и давайте смотреть. «ТЕРЕСЬ АПАКТЕЯ» — «ДЕЛО НЕ СДЕЛАНО» или «НЕ СДЕЛАННОЕ». Это, кстати, не единственное употребление этого суффикса. Мы ещё дальше также будем рассматривать некоторые случаи, когда нам нужно этот суффикс использовать. Кстати, в литературе вы также можете найти такое выражение, как «опакольный». Но я даже не буду объяснять, что оно означает, потому что вы его, скорее всего… Ну, вы его редко где встретите, но оно как бы существует, но его никто уже сто лет не использует. Оно означает, типа, отрицательную форму, но в прошедшем времени или, допустим, давно в прошедшем времени, или несовершенного вида. Но в части употребляется именно вот эта форма. То есть со словом «опакуле» это такая же штука, как и «эзи», «вень», «кун», «да» и так далее. То есть формально она имеет место быть, но по факту её никто не использует. Итак, друзья, давайте же теперь с вами рассмотрим такую тему, как суффиксы, которые мы присоединяем к числителям для образования глаголов. Допустим, как по-эрисан сказать «удвоить». Для этого мы используем специальный суффикс «нз». Вот этот суффикс. Ну и давайте начнём, значит, от слова «кауту» у нас образуется слово «каунзамс» – «удвоить». От слова «колму» – «колмунзамс» – «утроить». Дальше «ниленземс» – «учетверить». Обратите внимание, здесь «е» стоит, это по гармонии гласных. Но гармония гласных не будет здесь всегда соблюдаться. Значит, «упетерить» – «ветенземс», «ушестерить» – «котунзамс», «усемерить» – «сисиментзамс». Обратите внимание, здесь «а» стоит. Возможно, у некоторых диалектов можно сказать «исисиментземс», но носитель написал не на эту форму, поэтому доверимся ему. Итак, «увосемерить» – «кауксонзамс», «удеветерить» – «вейксонзамс» и «удесятерить» – «кементзамс». Если нам нужно сказать какие-то более сложные конструкции, например, вот мы в пыли разговариваем и кричим, допустим, это надо не «ушестерить», не «упетерить», а «упетнадцатерить», как это сказать в проязански, тогда мы можем использовать такое выражение. «Упетнадцатерить» – «кевитеекст» и «ламокалтус». Давайте рассмотрим все аккуратненько. «Кевитеекст» – это слово «кевитея», то есть означает «пятнадцать», «иксте» означает, ну, типа «в пятнадцать раз». Ну, если у нас, например, «колмокст» – это трижды, то это, соответственно, «пятнадцати рижды» получается. Соответственно, «ламокалтус» – это у нас «увеличить», то есть «пятнадцати рижды» увеличить. Перевод дословно такой. То есть «пятнадцатерить» увеличить в пятнадцать раз. Ну и, соответственно, «двадцатерить» будет «комсекст» «ламокалтус», то есть «увеличить» в двадцать раз. А увидите, в сто раз будет «стяга» к стилам «ламокалтус». Что касается слова «ламокалтус», как некоторые из вас поняли, оно идет от слова «ламо», означает «много». А что вот это вот такое за суффикс, мы с вами изучим уже в дальнейших уроках, потому что это уже прямо глубины такие азиатского языка, но относительно, конечно, глубины, но скоро будет. И далее, если нам надо сказать, допустим, «разделись пополам», то мы используем «ялтон скаутон». Ну, разделить «натре», по сути, вдвое, дословный перевод. Если надо разделить «натре», то «ялтон скаутон». Далее «ялтон скаутон» означает разделить по два. То есть одну вы по два разделили, вторую по два разделили, третью вы по два разделили. То есть это не пополам, здесь нет назначения именно на две части. Здесь именно на два, на два, на два. то есть по двое по сути то же самое и там с каутом каутом идти по двое то есть вот два идут давайте так вот войну потом еще пойдут потом еще два года подвое это будет каутом каутом далее рассмотрим такой вопрос как рождение детей допустим у вас родился не один ребенок а двойня вообще на самом деле самое большое количество детей которые родилось за один раз это девять детей девятерня и как же сказать все по ирзиански давайте смотреть если у нас родилась войне мы говорим каута скетти у нас здесь используется специальный суффикс для этого скетти но как бы здесь он состоит из нескольких частей каутась это типа конкретно конкретные два ки ки это у нас суффикс уменьшите наскательный а те это множественное число то есть колтаски это вдвойне то же самое тройня по ирзански будет полосить а зависит две терня будет векса скетти то есть вы просто берем конкретная конкретно числительная и вовляет не услуги скетти то есть кто бы у вас не родился вы всегда знаете как назвать то что получилось двойни тройни четверня пятерня шестерня семерня восьмерня девятерня итак друзья давайте теперь рассмотрим следующего главного гостя нашего урока это так называемое желательное наклонение надо сказать что у меня с музыки она очень сильно переплетено с повелительным наклонением поэтому еще раз эти две темы будут сильно переплетены так что готовить будет немножко сложно самом деле эта тема очень хитрая и почему она хитрая мы с вами сейчас рассматривать и так существует два запресс Buy способ как вывезти желательно выполнения первый способ еда через слов от smarter собственный способ это самый желательный из всех желательно то есть более желательно мы найдете то есть это именно как быстро 76 пушки только через sway spoken а только на основном откуда идет слово кадр она идет от словаulos оставлять соответственно кадры это повелительная форма от слова «кадоус» означает «оставь». Соответственно, на издарских название, естественно, переводится как «пусть». Итак, смотрим. «Пусть он разрежет пирог». «Кадек», вы видите здесь, «пусть». То есть мы не говорим, что мы оставляем, мы просто говорим «кадекс он керсес и пряканц». Вот «керсесы» у нас есть, соответственно, в объектном напряжении. Но это не единственный способ, как вы говорите, желательно наполнение. Есть еще один способ через сутик «з». И вот это вот самый хитрый способ из всех. Хитрость его заключается в том, что вот эта вот форма, вот эта вот вся форма, она используется для составления сложных предложений. Вот в этом заключается основная сложность. И да, мы можем, конечно, попытаться перейти, как «пусть я пою», то есть, допустим, «морозан», «пусть я пою», сразу начинаем рассматривать. Но фишка в том, что по-эризански вот так вот именно значение «пусть» практически не говорят. То есть если вам нужно сказать «пусть», вы скорее употребите это. И вам скорее употребляют именно это слово. То есть «морозан», ну, я, например, в таких случаях, если и видел, то очень мало. Вот, соответственно, по-эризански, ну, дословно, на перевозке, ну, как «пусть я пою». В следующем слайде мы как раз-таки с вами рассмотрим употребление формы с буквой «з». Итак, давайте рассмотрим про дипу. «Мон морозан», «пусть я пою», «тон морозан», «пусть ты поешь», «сон морозон», «пусть он поет», «минь мороздано», «пусть вы поем», «тынь мороздано», «пусть вы поете», и «сынь мороз», «пусть они поют». Вы спросите, где есть буква «з», но она, наверное, здесь заключена, в этом с «с». Есть также отрицательная форма. И вот здесь, вот обратите внимание, здесь будет очень сильное перевознение с повелительным наполнением. Ну, давайте рассмотрим. Значит, отрицательная будет «илятея», допустим, «не делай». Вот это вот «илят» для тех, кто интересуется финским языком, те, наверное, помнят вот такую форму. «эля», вот это вот «эля» и вот это вот «илят» — это как надо, а они тут одного корня. Это как раз-таки остатки той самой древней финно-пермской грамматики. Это, по сути, древний финно-угорский. Есть также объектная форма «илятея сей», «не делай этого». «илятея сей» вы видите. Причем мы видим, что вот этот «илятзат» — вот она, это «зе», и вот она, это «зе». Значит, здесь она переводится как «пусть», а здесь она переводится как «повелительное». То есть, смотрите, рассмотрим дальше. «илятзотея» — «пусть он не делай». В чем, собственно, разница между или азотеей, или азотеей? Они в чем? То есть, вот это вот «не делай этого» или «азотея» и вот это вот «пусть он не делает», вот это «пусть он не делает» — это как раз-таки есть то же самое. «Повелительное» — это «пусть он этого не делает» в таком духе. То есть, «ипа», он не должен этого сделать в таком духе. Но мы не можем это сказать по-русски, это не выражательное, как по-русски это выражение. И, соответственно, ну, то есть, это именно как повелительное наклонение. Но оно уже и желательное. То есть, я говорю, видите, они здесь переплетаются. Поэтому на русский язык, опять же, он будет переводен, как «пусть он не делает». И мы смотрим дальше. «илятзотея» — «пусть мы не делаем». Впрочем, ну, как бы, я не совсем понял носителя, когда он написал «илиастоно», потому что здесь «но» раздано, а здесь «илиастоно». Но не буду спорить с носителем, потому что он носитель. Он знает лучше меня. Соответственно, «илиастоно» — «тея», «пусть вы не делаете». И далее. Есть также объектная форма. Это у нас «илиамак тердетол». «Не зови меня туда». «Илямак». То есть, видите, у нас вот эта вот отрицательная частица и указание на субъект-объект у нас находится в одном слове. А вот сама «глогольная» форма, она стоит отдельно. Вот такой вот интересный иранский язык. Ну и мой самый любимый, как бы, кусок. Сейчас я немножко отойду, чтобы англичане увидели перевод. Значит, давайте смотреть. Значит, «илитидицаема Артонзо». Означает это следующее. Пусть он вас не возьмет с собой. Но опять же, эта форма, она как бы имеет больше повелительное наклонение. И то, как бы, на самом деле, вот эта вот форма, она также используется при формировании предложений сложных. Поэтому здесь ничего удивительного нет. Такая форма вполне может быть. Как и такая форма, как и такая форма, и такая, и такая. Все эти формы очень активно используются при формировании сложных предложений. Я сейчас все-таки отойду тоже, потому что предложение длинное. Вот. Пусть он нас не возьмет с собой. Ну, конечно, где-то надо было написать здесь. Ну ладно, ничего страшного. Итак, друзья, теперь мы с вами рассмотрим, как же использовать желательное наклонение для создания сложных учененных предложений. Значит, с помощью желательного наклонения мы заменяем, по сути, слово «штобы». Дело в том, что в книгах мы часто можем увидеть, что там прям пишут «штобу». То есть там целый раздел посвящается слову «штобу». Ну, то есть это уже поломанный ирзианский язык. Это не чистый ирзианский язык. Это уже ирзианский язык, которого покусал русский язык. Покусал, да, буквально. И есть способы, как заменить эту «штобу», чтобы не втыкать там везде эту «штобу», «штобу», «штобу». Давайте смотреть. Значит, для этого использовать как раз-таки желательное наклонение. Давайте рассмотрим первый пример. Ялгостерденем ялозан прякать. Вот видите, вот это у нас есть как раз-таки то самое желательное наклонение. Ялозан. Чтобы я порезал. Видите? «штобу». Вот это «штобу» как раз-таки выражается через это желательное наклонение. И следующий пример. Меринтензе биллязуму ле мартот. Это уже отрицательная, например, с отрицательной формой. Я ему сказал, чтобы он с тобой не шел. Иллязум. Видите? Опять же у нас это отрицательная, приведительная форма. Типа, ну то есть дословно, как вот это перевести? Друг меня позвал, а порежу бы я торт. В таком духе. И здесь тоже. Я ему сказал, пусть он видел с тобой. Я не могу сказать, что такая форма общая для всех фенугольских языков. Но вот в венгерском языке грамматически используют тоже такая же форма. Там также используется повелительное наклонение. То есть если нам надо задавать, чтобы, мы также в венгерском языке можем использовать скиповелительное наклонение. Я не буду себе приводить примеры, потому что нецелесообразно писать сюда венгерский язык, который тем более никто не понимает. Но если вы хотите, вы сами можете пойти и проверить. Вот. Либо поверить не надо, но лучше пойти и проверить. Кроме того, есть еще несколько способов, как заменить вот это вот слово, чтобы. Можно сказать таким образом. Переводится это так. Положи чашку так, чтобы я ее не видел. Дословно это будет переводиться так. Положи чашку туда, откуда я ее видеть не буду. Не буду видеть. Дословно перевод будет таким. То есть можно вот так делать. Также есть очень хороший, прекрасный, великолепный суффикс. МГА. Вот этот суффикс, он, я его всегда везде втыкаю, и он прекрасно идет. Значит, давайте рассмотрим пример. Монцинь пенгинь керемка. Я пришел, чтобы нарубить дров. И второй пример. Монцинь керемкаст. Это, собственно, более простая форма. То есть, видите, оно может также приказать по лицам. Соответственно, Монцинь керемкаст означает, я пришел, чтобы их разрубить. Ну, нарубиться, соответственно. Как-то так. Итак, друзья, давайте теперь рассмотрим опять вкусный раздел. Слова, связанные со вкусом. Он будет не такой, конечно, вкусный, как в предыдущем уроке, но все-таки давайте рассмотрим. Это очень важные слова. Танцть означает вкус. Расть – это послевкусие. То есть, видите, эти два слова, видите, вот эти два слова, они как-то связаны. Вот эти связаны, а эти нет. Смотрим дальше. Танцть – вкусный, чапамо, значит, кислый. И от слова чапамо идет такое название, как чапамо лоуссу. Лоуссу. Значит, это национальный напиток эрзиан. Значит, на вкус я пил чапамо лоуссу. Чапамо лоуссу на вкус примерно как ряемка. То есть, что-то среднее между ряжемкой кефиром. Но очень вкусно. Я прям упивался и вы, кстати, когда сняли его с продажи, я очень сильно растрелся. Очень сильно растрелся. И я надеюсь, что все-таки его запустят обратно, потому что это преступление, я считаю. Потому что напиток очень вкусный. Это прямо такая национальная, как бы сказать, ну, это достопримечательность Мордовии, могу сказать. Вот самая настоящая. Не хран там этого Федя Ушакова, который умер в Мордовии, а именно чапамо лоуссу. Чапамо лоуссу – это куда более такая значительная достопримечательность. Итак, далее. Сепей означает «горький». Но по-эрзиански, если мы хотим сказать, например, «горькая новость», мы не говорим «сепей куле». Мы говорим «отир гаут и ця куле». Это устойчивое выражение, запомните его, вы его везде будете встречать. Не говорите «сепей куле», именно «отир гаут и ця куле». Вот это вот опять, это вот «от гаут». Мы также рассматриваем это в следующий круг. Не беспокойтесь, мы дойдем до этого гаута. И я вам объясню, что это означает. Далее. «Ламбамо» означает «сладкий». Отсюда идет такое слово, как «ламбасье». Означает «сладость» или «конфета». Ну и дальше. «Салтой» означает «соленый». Ну или «салтаз». «Салтаз» или «салтаз». Правницы нет. Теперь рассмотрим слова, которые связаны с «позьной холодом». «Ленье» означает «теплый». «Пси» означает «горячий». Оно никак не связано с словом «псих», не беспокойтесь. Далее. «Кельме» означает «холодный». Но обратите внимание, если нам нужно сказать, что на улице холодно, мы не говорим «кельме», мы говорим «экши». Вот эти два слова – это разные слова. Вот это для воздуха, а это для воды, для каких-то продуктов. «Кельме». Потому что, например, в финском языке, те, кто идёт с русский языком, знают, что там есть слово «кельме». И вот это слово означает «холодный». Но в океанском языке отдельное слово для возражения воздуха. То есть, если на улице холодно, мы не говорим, что там «кельме», мы говорим, что там «экши». Даже если там, допустим, ну, либо «якшу», если там вообще мороз. Хотя так. Так. А.